В Казахстане вновь остро встал вопрос о переполненных школах. В следующем учебном году число первоклассников будет еще больше, чем в 21-м, а тогда на минуточку страна столкнулась с первыми И-классами. Вот эта знаменитая фотография, лично нам, она до сих пор не дает покоя по одной простой причине. Мы хотим понять, какое будущее ждет деток, когда они окончат школу, а потом закончат уже и вуз, хватит ли им рабочих мест, когда они станут взрослыми. Судя по тому, что с планированием у нас так часто бывает туго, вопрос очень актуальный. Адиль Балтабаев отправился в эту знаменитую школу в Коши и выяснил, как проходит обучение учеников из первого И. Это средняя школа номер два города Коши. И в прошлом году здесь свой путь в мир знаний начали 26 первых классов. С тех пор прошло полгода. И вот каково ребятам здесь учиться? Давайте узнаем. Это тот самый первый И-класс. Сразу и не скажешь, что здесь обучается втрое больше детей, чем должно быть. Но это до тех пор, пока не начнется пересменка. За этот учебный год у мамы двоих учеников появились свои лайфхаки. Мы выходим из дома за полчаса, хотя я рядом живу, чтобы не попасть в вот эту толпу. Я вот, например, не переживаю за старшую дочку, она пробьется. А вот за младшего сына всегда у меня тревога, что он вдруг в какую-то толпу попадет, не в ту дверь зайдет. Вторая смена терпеливо ждет на улице, пока школа не освободится от первого потока. По-другому никак. Правда, руководство школы нашло свой выход. Точнее, сразу семь. Все идут к своей двери. Трудновато во время общешкольных мероприятий, рассказывает директор Майя Мукашева, но в целом уже привыкли. Нет вот такого, что там, нет, вот этого не может быть, или там катастрофа какая-то. Нет, этого нет, потому что мы заранее, уже в августе где-то, мы с 10 августа видели количество прибывших детей, и с 10 августа мы все это отработали. В следующем учебном году конкретно в этой школе ждут чуть меньше первоклассников. Обнадеживает открытие новой школы в сентябре и еще двух чуть позже. Это снизит общую нагрузку, но без трехсменки в Коши в этом году никуда не деться, рассказывает руководитель отдела образования города Канат Ахметов. Иннабад, вот скажи, вот если бы тебя сейчас видели дяденьки-министры, дяденьки-акимы, чего бы ты им пожелала? Чтобы в мире было много школ, много детей. Дорогие дяденьки-министры, постройте в мире много школ, чтобы дети помещались. В министерстве образования, говорят, к предстоящему учебному году готовы, и первых и больше не будет, несмотря на то, что в сентябре прибудут 400 тысяч первоклассников, на 2000 больше, чем в прошлом. Дефицит ученических мест, конечно, оно существует. Существует, конечно, оно в основном в больших мегаполисах, но данные вопросы решаются. На 1 сентября планируется 49 школ ввод в эксплуатацию, и, в принципе, примерно получается 200 школ в этом году планируется ввести в эксплуатацию. Знаете, удивляет, как здесь ко всему приспособились. Так сказать, грамотно распределили потоки. Как там говорится, в тесноте да не в обиде? Нет, это да, но школа действительно переполнена, она буквально трещит по швам. И, конечно, изобретательность администрации, она похвальна, но вот так, мне кажется, все равно быть не должно. Адиль Балтабаев и Мирман Смогулов специально для студии 7. Субтитры создавал DimaTorzok